Маски – это необходимая мера защиты от коронавируса. Особенно важно носить средства индивидуальной защиты в транспорте. Затем, как пассажиры соблюдают предписание Роспотребнадзора, следит межведомственная комиссия. Сотрудники Департамента транспорта, представители городских перевозчиков, дружинники и полицейские выходят в рейды порядка 80 раз в неделю. Главная цель проверок – не наказать, а снизить риск заболевания COVID-19. О существующих ограничениях самарцам напоминают ежедневно. Эти ограничения действуют не только на транспорте, но и в других общественных местах. И чем большее количество граждан будет это делать, исследовать этому, тем, я думаю, быстрее заболеваемость сойдет на нет, и, возможно, у нас тоже будет масочный режим отменен. В свою очередь, транспортные предприятия заботятся о пассажирах и своем персонале. Так, ежедневно весь подвижной состав приводят в порядок не только снаружи, но моют и обрабатывают внутренние поверхности дезинфицирующими средствами. Обрабатываем специальным защитным средством, которое одобрено Роспотребнадзором, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, безопасно. Большинство пассажиров довольны профилактическими мерами, относятся к комплексной работе и контролю с пониманием и сами проявляют сознательность, надевая маску перед входом в салон и не снимая ее до конца поездки. Однако некоторые игнорируют требования. За прошедшую неделю во время проверок из транспорта высадили 67 таких пассажиров. На 20 из них составили административные протоколы, что сулит нарушителям штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Всего, начиная с сентября 2020 года, специалисты провели 5140 рейдов, высадили 11249 пассажиров, а на 2056 из них составили материалы. Решение о наказании принимается в судах. Водителей и кондукторов, игнорирующих требования, наравне с пассажирами наказывают рублем, привлекают к дисциплинарной ответственности. По всем выявленным фактам и обращениям, поступающим через социальные сети и телефоны горячей линии, проводятся служебные проверки. Проверяющий еще раз убедительно просит самарцев носить маски в транспорте и других общественных местах. Чем тщательнее будут соблюдаться ограничения, тем быстрее Самара станет еще одним городом, в котором отменят масочный режим. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.